с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 26 февраля всемирный день неторопливости или день медлительности который к настоящему времени уже приобрел статус международного к тому же у этого своеобразного праздника есть свои 14 заповеди отказа от спешки некоторые из них таковы вставать по утрам на несколько минут раньше не нервничать стоя в пробке думать о чем-нибудь приятно а посвятить время прослушивание любимой музыки чтению книги или общению с водителем соседнего автомобиля но только книгу лучше не читать а слушать находясь за рулем появились на свет 1802 год виктор гюго или седьмого вантоза десятого года республики по революционному календарю французский писатель поэт и драматург отверженный собор парижской богоматери человек который смеется писать гюго начинает очень рано известны две не опубликованные трагедии 14-летнего автора а в 20 ему было пожаловано ежегодное денежное пособие от имени короля людовика 18 церемонии его похорон участвовал около миллиона человек гроб с телом гюго двое суток простоял под триумфальной аркой когда такое было видно похоронен в пантеоне 1941 год день рождения евгения жарикова кинорежиссера актера народного артиста рсфср лауреата госпремии ссср он был любим сразу несколькими поколениями зрителей благодаря тем ролям которую сыграл за свою долгую карьеру это и иваново детство и 3 плюс 2 и не может быть и конечно же рожденной революции усилиями жарикова была создана в 1988 году гильдии актеров советского кино он оставался президентом до 2000 года и немало помогал своим коллегам в трудные постперестроечные времена 1953 год рождается майкл болтон настоящее имя и фамилия михаил болотин американский певец русского происхождения по материнской стороне все родственники киевляне еще один дед и бабушка были родом из другого русского города название которого певец просто не помню один из самых коммерчески удачливых авторов исполнителей рок-баллад 1954 год день рождения реджепа таипа эрдогана турецкого политика и государственного деятеля президента турции с 2014 сторонника светского пути по крайней мере так он называет себя события дня 26 февраля 1742 год экономная елизавета петровна приказывает сената устраивать фейерверк только в день коронации а в новый год в день рождения меня императрицы и в другие праздники быть только одной иллюминации 1807 год учреждается знак военного ордена святого георгия для нижних чинов знаком отличия утвержденным в этом году будут награждаться за доблесть боях рядовые и унтер офицеры с 1913 он станет называться георгиевский крест и носить его будут на ленте ордена георгия 1917 накануне вечером николай второе дает приказ прекратить беспорядки в столице государственная дума распущена с полудня будущего дня новые митинги которые рассеиваются с применением оружия в городе появляются баррикады начинается всеобщая стачка в петрограде 1994 год из тюрьмы лефортова освобождают амнистированных членов гкчп но и об одном событии более подробно 1829 год рождается леви штраус или страус создатель blue jeans он родился в баварии после смерти отца с матерью и сестрами уезжает сша где свой бизнес делает не на добыче золото как пытались многие а на продаже различных товаров этим самым золотоискателем для их нужд требовалась прочная рабочая одежда и леви сначала предлагает им штаны изготовленные из брезента а потом с большим успехом шьет одежду из ткани деним как-то портной из невады джекуб дэвис тоже запомните это имя предлагает украшать одежду металлическими пуговицами и заклепками ну просто так штраус сразу понимают насколько удачная идея и в скорости они вдвоем получают патент на новое изделие а название джинсы рождается позже в 1890 году появляется на свет знаменитая 501 модель а я вспоминаю как нас песочили советское время за то что мы о боже позволяли себе в старших классах приходить в школу вот в этой самой вражеской одежде а ведь это всего лишь брюки тому же удобные с вами был николай пивненко в проекте дата